Мы построили этот мини-дом площадью всего 57 квадратных метров, в который уместили, загибайте пальцы, одну спальню, вторую спальню, кухню-гостиную, большой просторный холл, санузел. А сверху мы еще уместили здесь гардеробную и террасу. И все это в 57 квадратных метрах. Интересно, как у нас это получилось? Тогда присаживайтесь поудобнее и обязательно смотрите ролик до конца, потому что в конце я расскажу, во сколько это все обошлось нашим заказчикам. Небольшой спойлер, это было максимально недорого. Поехали! Как говорят сами заказчики, они еще год назад даже не думали о строительстве собственного дома, а в апреле уже пришли к нам в компанию. И после очень длительного процесса проектирования, кто же, сами понимаете, дом такой компактный, задач стояло очень много. В общем, после длительного процесса, когда проект был уже готов, мы всего за два месяца построили этот замечательный дом. Пару слов про конструктив этого дома. Дом выполнен по каркасной технологии. Естественно, используется сухая строганная доска камерной сушки. Утепление здесь по стенам идет 150, и снаружи еще перекрестное утепление еще 50 миллиметров, то есть общая толщина получается 200 миллиметров. Перекрестное утепление нужно для того, чтобы перекрыть любые возможные там щели, стыки, досок, то есть те возможные мостики холода, которые могут возникнуть, их как раз перекрестное утепление перекрывает. И снаружи уже здесь смонтирован мой любимый хауберг, много раз про него рассказывал. Это фасадная плитка, которую производит компания Техно Николь. Это не реклама, я специально об этом говорю. Просто это то, что мы используем и то, что покупают наши заказчики. Плитка это по сути как битовная черепица, только она используется не на кровле, а непосредственно на фасад. Технология монтажа у нее точно такая же, за исключением того, что здесь отсутствует подкладочный ковер. Ну и сам рисунок черепицы, это вот именно такая имитация кирпича. Здесь, как видите, использовано два разных типа плитки. Одна у нас использована на фасад, и вторая идет у нас на цоколь, чтобы создавать тоже ощущение такого вот типа кирпичного цоколя. Хотя сам дом стоит на свайном фундаменте. Обязательно оставлять нужно зазор до грунта. У нас он по нашему чек-листу идет не менее 10 сантиметров. Объясню почему. По зиме грунт пучится, пучит его. Вот, то есть даже сейчас вы можете видеть, что здесь точно не 10 сантиметров, здесь гораздо меньше. Если у вас цоколь сделан ровно в грунт, то по зиме, когда грунт пучит, на этом цоколе дом может немножко оторвать от свая. И это не фантастика, это не сказка. В 2017 году один из построенных нами домов, один угол его просто оторвало, причем вырвало там, хотя все было закреплено на глухари прикручено, головки свай были прикручены к обвязке, в общем, дом просто оторвало. Вот, с тех пор у нас появился этот пункт, и с тех пор обязательно мы оставляем вот этот небольшой зазор. На случай как раз вот этого пучения по зиме, когда щель эта уменьшается, либо полностью перекрывается, здесь еще обязательно вот эти вентрешетки сделаны по всему цоколю. Тоже имейте это в виду, чтобы не было прям глухим это пространство. Также из особенностей, это обязательно использование приточных клапанов. Тоже про это есть отдельный ролик, давайте ссылку оставим в описании. Но вкратце скажу, что приточный клапан нужен для поступления свежего воздуха внутрь помещения. Приточный клапан, это энергонезависимая штука. Вот такая вот симпатичненькая решеточка есть на фасаде, и через нее туда свежий воздух заходит, и потом через вентиляцию, через вентиляционные выходы на кровле выходит. Вот таким образом у нас постоянно поддерживается такая, пускай простейшая, но циркуляция воздуха в помещении. Стоит максимально дешево, но комфорта дает очень много. Я вообще часто встречаюсь в комментариях с мнением о том, что система вентиляции не нужна, есть окна, их можно открывать, проветривать. Я об этом тоже полно роликов записывал, давайте ссылки на них в описании оставим. Но я все-таки надеюсь, что вы смотрели те ролики, или у вас есть собственный опыт проживания в доме. Так что если вы согласны с тем, что вентиляция в доме все-таки нужна, поставьте лайк. А мы перейдем плавно обратно к этому дому, и я хотел сказать про карниз. У нас здесь использованы перфорированные софиты на подшиве карнизов. Перфорированы они для того, чтобы, опять-таки же, пространство в карнизе проветривалось, для того, чтобы работал вентиляционный фасад. А в данном случае вот этот хауберг, он нашит на листы ОСБ, которые в свою очередь идут по контробрешетке. Контробрешетка – это бруски 45х45, которые нашиваются вертикально вдоль стоек, и они создают необходимый вентиляционный зазор, вензазор. И вот для того, чтобы вот эта тяга была, чтобы воздух там проходил, вот ему нужны какие-то отверстия наверху, чтобы ему было куда выйти. Вот для этого используются перфорированные софиты. И мне нравится, что здесь использован белый цвет, потому что когда использован коричневый, например, цвет, он очень быстро, буквально в течение, ну, может быть, трех лет, превращается в такой бледно-голубой. Краска выгорает на солнце, на солнечной именно стороне, и он уже не приятный коричневый, а не приятный бледно-голубой. Так что белые софиты – лайк. Вообще белые подшивы – лайк. В качестве наличников здесь используется тоже сухая строганная доска 20х90. Она крашеная, уже белого цвета приходит, и этой доской отделаны у нас наличники и откосы вокруг окон. То есть это вот единственные, наверное, такие деревянные элементы на фасаде, которые можно встретить. Окна здесь использованы в профиле Rehau. Название сейчас в профиле не помню точно. По-моему, Delight мы здесь конкретно на этом доме используем. Delight. И, конечно, мои любимые москитные сетки в подарок. Ну, и с самого начала компании всегда москитные сетки делали в подарок. Вне зависимости от того, хочет заказчик, не хочет, мы обязательно их делаем. Почему? Потому что если вы хоть раз были в загородном доме летом, то вы знаете, какое количество, может быть, даже не столько комаров, а мух, таких маленьких назойливых мух залетает в ваш дом. Короче, это вот вроде бы мелочь, но она очень важна для комфорта в жизни дома. И таких мелочей, на самом деле, очень много. И мы всегда вот на такие мелочи обращаем внимание. И если вам нужен подрядчик, который думает обо всех мелочах, то вы в правильном месте. Это Call of House. Обращайтесь к нам в компанию. Давайте ссылку в описании оставим. Проходите, выбирайте себе проект, оставляйте заявку. С вами свяжется менеджер и увидимся на строительстве вашего дома. Обязательно надо обратить внимание на то, что установлена вентиляционная решетка на чердак. Еще называется слуховое окошко. Почему это важно? Я это тоже, к сожалению, на собственном опыте узнал тоже году где-то в 2017, когда в уже построенном нами доме заказчики обратились к тем, что у них было очень влажно на чердаке. И там даже какой-то грибок уже начал образовываться. И когда мы приехали, обнаружили, что были недостаточно большие сделаны вот эти окошки. Мы эти окошки сделали больше. Плюс еще доска естественной влажности тогда использовалась. В общем, с тех пор у нас всегда максимально большие вот эти вентиляционные решетки на чердаке. И вам тоже рекомендую, чтобы там никогда не застаивался воздух и всегда как-то это помещение проветривалось. И ничего там плохого не конденсировалось. С этой стороны дома не случайно нету никаких окон, потому что дом, во-первых, располагали по сторонам света таким образом, чтобы здесь всегда была тень, здесь север. Именно по этой причине здесь будет сделан навес. И здесь планируют заказчики хранить свои автомобили. И для того, чтобы они не нагревались под яркими лучами солнца, как раз солнце будет проходить вот с той стороны дома. А здесь всегда будет тенечек, и машинкам будет комфортно. Классное решение. Ну и прежде чем я зайду внутрь, я вам покажу эту дверь. Это не просто дверь, а дверь с терморазрывом. Что такое терморазрыв? Обычная входная дверь – это вот некая металлическая коробка, и внутри нее есть некоторый утеплитель. Но сама вся коробка – это цельный контур. Соответственно, если на улице очень холодно, то эта вся коробка начинает промерзать. И даже утеплитель внутри нее уже не спасает, потому что сам металл уже промерз. И внутри помещения он становится холодным, начинает конденсировать влагу, покрывается наледью, инием. И, в общем, все это потихонечку внутри помещения тает, стекает на пол. Короче, вид не самый приятный, начинает ржаветь. И именно для того, чтобы этого не происходило, вот этот контур как раз двери, снаружи, внутрь, его разрывают. Какой-то прокладкой отдельной. Это либо пробка, либо это какой-то искусственный материал. Бывает терморазрыв только на полотно. В данном случае и на коробку, и на полотно. И таким образом, даже в самые сильные морозы, а у нас как раз сегодня у нас декабрь 23-го года, если кто помнит, то в конце ноября, в начале декабря было очень холодно. Там минус больше 20 градусов было даже. И все прекрасно. Я у заказчиков спросил, вообще никаких проблем. Так что, если ставите себе дверь, только дверь с терморазрывом. И вот теперь, естественно, полюбовавшись этим прекрасным венком рождественским, мы заходим внутрь. Как видите, я вас не обманул. И холл этот действительно просторный. И важно сказать, что дом находится в такой финальной, завершающей стадии своей отделки. Заказчики сейчас здесь еще будут двери устанавливать, еще кое-где потолки, там какая-то плиточка. Поэтому дом не финализирован. И, кстати, если он вам понравится, обязательно напишите в комментариях, когда дом полностью закончат. Мы сюда еще приедем. И начнем с первого самого помещения, которое здесь есть. Это обещанный мной санузел. На секундочку. Вот при таких скромных размерах дома 4,7 квадратных метра. То есть, это полноценный санузел вместе с ванной. То есть, даже не с душевой, а с ванной. И обратите внимание, здесь использовано несколько типов плитки в отделке. Вот это такая под мрамор плитка. Здесь идет уже под дерево плитка, на полу под дерево. То есть, тоже уже интересно это все выглядит. И на что хотел бы особенно обратить внимание, это бойлер на 100 литров. 100 литров это прям минимум, который надо брать. Не меньше. Никаких 80, уж тем более, упаси боже, 50 литров. Потому что, если вы будете мыться по очереди, а вы, скорее всего, будете мыться по очереди, то вам просто тупо не хватит воды. Допустим, 2 человека, то это 100 литров для комфортного мытья. Наверное, важно отметить, что здесь всю электрику, сантехнику, в общем, все инженерные коммуникации заказчик делал своими силами, собственными руками делал вместе со своим товарищем. В этом помещении еще не зашит потолок. И поэтому здесь можно как раз увидеть то, каким образом был непосредственно построен дом. А именно, все проклеено скотчем Дельта. Кто за Дельту, ставьте лайк. Ну, на мой взгляд, лучший скотч, который есть на рынке. Он очень круто клеит при отрицательных температурах. Плюс он очень долго держит при положительных температурах. И помогает как раз сохранить контур дома максимально герметичным. Герметичность – это одна из самых важных вещей в каркасном доме. Для того, чтобы, во-первых, тепло не уходило, во-вторых, влага лишняя, вытеплитель не уходил. Именно поэтому мы каждый дом проверяем с помощью аэродвери. И если вы смотрели наш один из последних выпусков подкаст Сергея Петруши с канала «Стройхлам», то там мы с ним обсудили, что мне стоит у него заказать еще и аэро-окно. И мы, кстати, спойлер, заказали это аэро-окно. Так что теперь будем проверять с помощью нашего отечественного оборудования дома на герметичность. Также здесь видно утеплитель, который использован. Это плитный кнауф, обязательно плитный. Никаких рулонных утеплителей, даже в горизонтальных перекрытиях не используйте. Они все равно все очень сильно слеживаются. И у них, как правило, толщина гораздо ниже, чем у плиты. Особенно если это цокольное перекрытие, то там тогда образуется щель, и через нее будет отдельно задувать. Используйте плитный утеплитель. Ну и также здесь видно следы гидроизоляции. Это уже заказчик делал все своими силами. Да, и, кстати, я еще не обратил внимания, что это унитаз-то встроенный здесь. То есть, видите, под него отдельная инсталляция стоит. Здесь отдельный короб будет. Это все еще будет отдельно красиво зашиваться. В общем, мне этот санузел нравится. Здесь и просторно, и есть все самое необходимое. Пойдемте сейчас в коридор. Покажу вам какие-то фишечки, которые использованы там. И возвращаемся обратно в этот просторный, шикарный холл. И первая же фишка, которая встречает нас при входе в дом. Ну, помимо, естественно, зеркала на двери. Кстати, очень классная история для такого визуального расширения пространства. Но это вот этот коврик. Я впервые сегодня про него узнал, к моему стыду. И очень надеюсь, что если вы про это не знали, то тоже сильно облегчит вам жизнь. Итак, это коврик с подогревом. Он втыкается в розетку. У него расход 60 ватт, как у лампочки. И это просто идеальное решение в зиму. Вот мы сейчас пришли. Вся обувь была вся в снегу. Мокрая. Ставишь. Она просто, ну, не мгновенно. Ну, там 10-15 минут. И все уже. Обувь сухая. Никаких луж, разводов. Первое, что я сегодня сделаю, когда вернусь со съемок. Закажу себе такой коврик на дачу. Это просто необходимая вещь. Еще классное решение. Конкретно в этом доме. Это проходной выключатель. То есть, как видите, здесь я выключил свет. Подхожу поближе к вам. Оп. Включил. Потому что, когда вы приходите в темное время суток в дом, то вы можете включить свет, уже раздеться, пройтись. И не через темноту идти, а по светлому помещению. И уже непосредственно перед входом в, пока не скажу, какое помещение, выключить свет. В принципе, здесь еще, пожалуй, стоит сказать про вот эти радиаторы. Заказчик рассказывал. Как они? Ну... Нуаро. Нуаро. Называются. Я просто по-французски не очень хорошо разговариваю. Я, к сожалению, в конвекторах не очень хорошо разбираюсь. Но вот Даниил, наш заказчик, рассказал, что очень долго охотился за этими конвекторами. Здесь в каждой комнате такой конвектор висит. Что они сделаны из нержавеющей стали, покрашенной. А в отличие от других радиаторов, которые... конвекторов, которые сделаны из обычного алюминия, эта сталь, она дольше тепло удерживает, дольше его отдает. Соответственно, когда он выключается, он еще долго продолжает обогревать помещение. Ему это очень нравится. Плюс сама по себе температура конвектора такая, что невозможно обжечься. В общем, сплошные плюсы. Ну и надо заметить, что здесь все конвекторы по дому выставлены на 18 градусов всего. И при этом в доме реально тепло. То есть в доме постоянно очень комфортная, теплая температура. В том числе, благодаря ранее упомянутому мной перекрестному утеплению снаружи. Ну и так, в целом, как бы сама по себе технология очень энергоэффективная. Ну и площадь этого холла 9,1 квадратный метров. Очень просторно. Я буду еще много раз это повторять, потому что именно этот холл создает ощущение простора от всего дома. Ну и плавно переходим к спальне. В данном случае это пока временно помещение выполняет роль склада. Но к нашей радости у нас есть идентичное точно такое же помещение. Это тоже еще одна спальня. Их две. Площади 8,82 квадратного метра. В общем, почти по 9 квадратных метров каждая спальня. Они идентичны, просто зеркально отражены. Спальня очень комфортная, очень эргономичная. Давайте посмотрим. Здесь есть... Ты не ближе, не стесняйся, подходи. Посередине располагается двухспальная кровать. По краям будут стоять тумбочки. Вот здесь будет стоять комод для каких-то повседневных вещей первой необходимости. А здесь еще предусмотрено рабочее место. То есть здесь будет такая консоль с рабочим местом, чтобы можно было вот сидеть и на ноутбуке работать в свободное время. И все это в 9 квадратных метрах. В 9 квадратных метрах. Сейчас кто-то, я уверен, в комментариях напишет, что когда мы жили в Хрущевке, у нас в 9 квадратных метрах еще и бильярдный стол стоял. Давайте теперь перейдем в кухню-гостиную. Первый вопрос, который у меня возник, когда я смотрел на планировку, что почему сделали отдельно дверь в коридор. То есть можно же было объединить кухню-гостиную с коридором. Короче, заказчики подумали об этом, и они сделали специальное такое буферное пространство для максимальной звукоизоляции. То есть, если кто-то громко ведет себя на кухне, дверь закрывается, дальше есть еще коридор, дальше еще одна дверь в спальню, и тогда предполагается, что в спальне можно будет с максимальным комфортом. Но гораздо более комфортная ситуация будет, нежели сразу же у тебя за дверью кто-то громко горлопанит. Ну так вот, кухня-гостиная. Она всего 13,9, ну короче, почти 14 квадратных метров. И вы можете увидеть, что даже при такой площади здесь вполне себе комфортно. Во-первых, справа нас встречает кухня. Кухня самая обычная, Леруа Мерлен, и вот мое любимое сочетание дерева с белым. Здесь будут потом белые фасады. Напомню, что когда все будет закончено, если вам понравился дом, напишите в комментариях, чтобы приехали еще раз и показали вам этот дом уже в законченном виде. Здесь тоже все необходимое. Посудомойка, встроенный холодильник, вытяжка над плитой, сама плита. Ровно 2,80, все необходимое сюда вмещается. И далее здесь диван. Да, вы его пока не видите, но он точно здесь будет. Ну и, конечно, простор в этой кухне-гостиной достигается во многом благодаря вот этому широкому, прекрасному панорамному виду, за которым прямо находится та самая терраса, про которую я говорил в начале ролика. Да, терраса относительно скромных размеров. Она всего 5 квадратных метров. Но, во-первых, у нее, собственно, задача, которая изначально ставилась, это вот, чтобы вместился вот такого плана столик. Причем, кстати, этот столик очень интересный. Это столик под нос. С него снимается столешница, и можно что-то отнести. И вы скажете, ну, конечно, это вот все фигня, разговоры в пользу бедных. Но нет, на самом деле здесь был другой план у заказчиков, а именно на участке поставить зону барбекю и все вот эти уличные мероприятия проводить там. Да, я говорил, что зона барбекю часто остается неудел. Но если, в принципе, терраса сама все небольшая, то, скорее всего, ей будет пользоваться довольно часто. Про кухню-гостиную мы почти все сказали. Наверное, еще вот особенно, что здесь тоже сделаны проходные выключатели, для того, чтобы при входе на кухню можно было включить свет, например, и дальше при выходе на террасу или когда сели на диван смотреть телевизор, собственно, можно его выключить, чтобы не было бликов, ну и просто, чтобы картинка была приятнее. Вы спросите, Владимир, а где же обещанная гардеробная? Пойдемте покажу. Ну и вот, собственно, она, обещанная гардеробная. На ней возложена главная задача освободить пространство в спальнях. Ну, как вы сами понимаете, там, где гардеробная, там, скорее всего, и кладовка, да? Вот, я угадал. И здесь будет обязательно стоять еще какой-нибудь пылесос и другие необходимые в хозяйстве вещи. На самом деле это очень круто, потому что я отдельно в ролике рассказывал, давайте ссылку оставим в описании, о том, что кладовка это то место, о котором редко думают при проектировании дома. Площадь этой гардеробной 3,5 квадратных метра, и, в принципе, этого достаточно как раз, чтобы здесь в будущем разместить все вот эти системы гардеробные. Здесь отдельно еще предусмотрена розетка под роутер, здесь оптика заведена, интернет. Это, блин, помещение классное, нужное, полезное. Обязательно предусматривайте кладовку или гардеробную. Это вам обязательно пригодится. Ну, и теперь самый важный вопрос. Во сколько же этот дом обошелся заказчикам? В нашей компании они заказали теплый контур, ну, фундамент, теплый контур и внутреннюю отделку. Причем внутреннюю отделку вот до уровня вагонки, а то, что касается, например, плитки, это уже делали все своими силами или ламинат. Поэтому я не могу утверждать, сколько стоила та часть работ, которую заказчики выполняли своими силами. Я думаю, что мы об этом узнаем, когда вот полностью все будет завершено и заказчики нас еще раз позовут, если вы этого захотите в комментариях. А то, что делали мы, то есть теплый контур вместе с внутренней отделкой, это 3 миллиона 200 тысяч рублей. Так что вы теперь знаете, что если у вас достаточно ограниченный бюджет, вы можете в целом себе позволить. И я думаю, что при должном навыке накоплений, даже без ипотеки, вы можете себе уже построить, да, пускай это не дом на 300 квадратных метров, да, у вас нет здесь частного бассейна, но здесь есть все самое необходимое. И самое главное, что здесь уютно и при этом одновременно просторно. За счет вот этого для меня это просто открытие, потому что я не очень люблю коридоры, но здесь просто вот этот холл за счет него в доме прям классно и просторно дышится. Может еще за счет белых стен, они, как известно, визуально расширяют пространство. Но в целом прям мне очень здесь понравилось. Надеюсь, вам тоже понравилось. С вами был Владимир Колосов и увидимся на строительстве вашего дома. Всем пока!